Но сначала познакомимся со смелыми современными проектами и креативным подходом к обустройству городской среды. В Приморском районе открылся ПАМ-трек, спортивная площадка для занятий вело и роли спортом. С нами на прямой связи Татьяна Павловичева, которая находится уже там. Таня, доброе утро. Планируешь ли ты тоже сесть на велосипед? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Ну вот вы видите, это новый ПАМ-трек открылся в пятницу. Уже сейчас на нем вовсю занимаются юные спортсмены. Самое интересное появление этой новой площадки, наверное, ее история. Она появилась благодаря проекту «Твой бюджет» и по инициативе местного жителя. Все подробности мы узнаем у начальника отдела благоустройства Приморского района Леонида Переснова. Доброе утро. Доброе утро. Леонид, расскажите, в чем суть проекта «Твой бюджет» и как он поспособствовал возникновению именно этого ПАМ-трека? Да, суть проекта основная – это соучаствующее проектирование. То есть житель, он не просто предлагает какую-то идею, а он полностью проходит все стадии. Допустим, с Дмитрием мы прошли от начала и до конца. Мы подобрали земельный участок, то есть поиск участка, на котором мы сейчас находимся, был вместе с инициатором. Мы подготовили техническое задание. Сам проект разрабатывался тоже с участием автора инициативы. Это вот Дмитрий, которого вы назвали? Да, Дмитрий, совершенно верно. А скажите, а какие дальше будут проводиться здесь еще работы по благоустройству на этой территории? Да, у нас проектом предусматрена еще зона отдыха на ПАМ-треке. Там будет установлен у нас навес, дополнительные скамейки, озеленение будет выполнено. Сейчас реконструкция тепловой сети закончится, и мы приступим к работам. Но ориентировочно это 2025 год. А если говорить именно об этой площадке, о ПАМ-треке, какими видами спорта можно здесь заниматься? Здесь можно кататься на велосипедах, самокатах, роликах, скейтбордах. Ограничений нет никаких. Спасибо большое, Леонид. Ну и сейчас мы узнаем впечатление об этой площадке у профессиональных спортсменов. Я приветствую в нашем прямом эфире Алексея Перо. Доброе утро. Здравствуйте. Алексей, вот расскажите, вы уже опробовали этот ПАМ-трек. Как бы вы его оценили? ПАМ-трек довольно-таки интересный, с необычным таким мостиком, который добавляет немножко эффекта этому ПАМ-ту. В целом, ПАМ-трек достаточно такой техничный, разнообразный. Подойдет для любого уровня спортсменов, как для начинающих, так и для профессионалов, спортсменов, которые могут здесь в целом оттачивать те или иные навыки. А какие технические элементы вы здесь, например, оттачиваете в рамках занятий? Здесь, по большей степени, мы оттачиваем прокачку. Это ПАМ-п, именно непосредственно то, что нужно в нашей дисциплине, и от чего произошла в целом данная молодая дисциплина ПАМ-трека. Также здесь ребята отрабатывают чувство виражей, контур-уклонов, различные виды заданий заднего колеса, прыжков, что в целом немножко разгружает их от своей специализации и привносит сюда какие-то свои новые интересные задания, моменты. Я хотела бы также уточнить, что ведь ПАМ-трек – это не только обозначение трассы, но это и целая новая дисциплина. В чем ее суть и какие по ней проходят соревнования, например? Да, это молодая дисциплина, которая произошла в целом от нашего вида спорта, от БМХ. ПАМ-трек чем отличается от классического БМХ-трека? С тем, что здесь идет чередование определенных препятствий, но нету больших прямых, где можно было крутить педали. Здесь набирается скорость за счет правильности прокачивания и распределения силы на препятствиях, то есть пампинга непосредственно только прокачки и разгона на виражах и на препятствиях. А какие навыки развивают занятия на ПАМ-треке? Навыки развиваются в первую очередь от чувства велосипеда, преодоление тех или иных препятствий, разной сложности, разной высоты, длины, глубины препятствий, что позволяет в целом любому начинающему спортсмену, как на самокатах, на велосипедах, знакомиться с новыми памп-треками. Их в нашем городе довольно-таки уже много, что позволяет развивать свои навыки, свой скилл, ну и совершенствовать. Спасибо большое, Алексей. Ну что ж, я добавлю, что на этом памп-треке можно заниматься всем желающим. Я бы и сама охотно попробовала, чтобы согреться. Ну и также добавлю, что не стоит забывать, однако, про безопасность. Обязательно брать с собой на занятия шлем, защиту на локти, колени, перчатки и быть осторожными.